В Великобритании в 1980 году появился особый жанр рассказа – драббл. Истории, написанные в этом жанре, состояли всего-то из ста слов и демонстрировали способность автора выразить законченную мысль в короткой и емкой форме. Позже появился драббл размером 55 слов. 15 самых интересных из них вашему вниманию. Первый. Чего хочет дьявол? Брайан Ньюэлл. Два мальчика стояли и смотрели, как сатана медленно уходит прочь. Блеск его гипнотических глаз все еще туманил их головы. Слушай, чего он от тебя хотел? Мою душу. А от тебя? Монетку для телефона-автомата. Ему срочно надо было позвонить. Хочешь, пойдем поедим? Хочу. Но у меня теперь совсем нет денег. Ничего страшного. У меня полно. Второе. Вечерний сюрприз. Хилари Клэй. Блестящие колготки туго и соблазнительно облегали прекрасные бедра. Чудесное дополнение к легкому вечернему платью. От самых кончиков бриллиантовых сережек до носков изящных туфелек на тонких шпильках все было просто шикарно. Глаза с только что наведенными тенями рассматривали отражение в зеркале. И накрашенные яркой красной помадой губы растягивались от удовольствия. Внезапно сзади послышался детский голос. Папа? Третье. Несчастная. Дэн Эндрюс. Говорят, зло не имеет лица. Действительно, на его лице не отражалось никаких чувств. Ни проблеска сочувствия не было в нем. А ведь боль просто невыносима. Разве он не видит ужас в моих глазах и панику на моем лице? Он спокойно, можно сказать, профессионально выполнял свою грязную работу, а в конце учтиво сказал. — Прополощите рот, пожалуйста. Четвертое. Рандеву. Николь Вэдл. Зазвонил телефон. — Алло, — прошептала она. — Виктория, это я. Давай встретимся у причала в полночь. — Хорошо, дорогой. И, пожалуйста, не забудь захватить с собой бутылочку шампанского, — сказал он. — Не забуду, дорогой, я хочу быть с тобой сегодня ночью. — Поторопись, мне некогда ждать, — сказал он и повесил трубку. Она вздохнула, затем улыбнулась. — Интересно, кто это? — сказала она. — Пятое. Судьба. Джей Рип. Был только один выход, ибо наши жизни сплелись в слишком запутанный узел гнева и блаженства, чтобы решить все как-нибудь иначе. Доверимся жребию. Орел, и мы поженимся. Решка, и мы расстанемся навсегда. Монетка была подброшена. Она взвякнула, завертелась и остановилась. Орел. Мы уставились на нее с недоумением. Затем в один голос мы сказали. — Ах, может, еще разок? Шестое. Постельная история. Джеффри Уитмар. — Осторожней, детка, он заряжен, — сказал он, возвращаясь в спальню. Ее спина опиралась на спинку кровати. — Это для твоей жены? — Нет. Это было бы рискованно. Я найму киллера. — А если киллер — это я? Он ухмыльнулся. — У кого же хватит ума нанять женщину для убийства мужчины? Она облизнула губы и навела на него мужику. — У твоей жены. Седьмое. В поисках правды. Роберт Томпкинс. Наконец-то в этой глухой уединенной деревушке его поиски закончились. В ветхой избушке у огня сидела правда. Он никогда не видел более старой и уродливой женщины. — Вы правда? — Старая сморщенная корга торжественно кивнула. — Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать? Старуха плюнула в огонь и ответила. — Скажи им, что я молода и красива. С тех пор, как Риту жестоко убили, Картер сидит у окна. Никакого телевизора, чтения, переписки. Его жизнь — то, что видно через занавески. Ему плевать, кто приносит еду. Платят по счетам. Он не покидает комнаты. Его жизнь — пробегающие физкультурники, смена времен года, проезжающие автомобили, призрак Риты. Картер не понимает, что в обитых войлоках-палатах нет окон. Девятое. В больнице. Барнаби Кандерши. Она с бешеной скоростью гнала машину. Господи, только бы успеть вовремя. Но по выражению лица врача из реанимационной палаты она поняла все. Она зарыдала. Он в сознании. Мисс Салертон, — мягко сказал врач, — вы должны быть счастливы. Его последние слова были. Я люблю тебя, Мэри. Она взглянула на врача и отвернулась. Спасибо, — холодно произнесла Джудит. Десятое. Прятки. Курт Хомер. Девяносто девять. Сто. Кто не спрятался, я не виноват. Я ненавижу водить, но для меня это гораздо легче, чем прятаться. Входя в темную комнату, я шепчу тем, кто затаился внутри. Стукали, пали. Они взглядом провожают меня по длинному коридору, и висящих на стенах зеркалах отражается моя фигура в черной сутане и с косой в руках. Шерстяное одеяло, что ему недавно дали в благотворительном фонде, удобно обнимало его плечи. А ботинки, которые он сегодня нашел в мусорном баке, абсолютно не жали. Уличные огни так приятно согревали душу после всей этой холоднящей темноты. И изгиб скамьи в парке казался таким знакомым его натруженной старой спине. «Спасибо тебе, Господи!» — подумал он. «Жизнь просто восхитительна!» 12. Решающий миг. Тина Мельберн. Она почти слышала, как двери ее тюрьмы захлапываются. Свобода ушла навсегда. Теперь ее судьба в чужих руках, и ей никогда не увидеть воли. В голове ее замелькали безумные мысли о том, как хорошо бы сейчас улететь далеко, далеко. Но она знала, что скрыться невозможно. Она с улыбкой повернулась к жениху и повторила. «Да, я согласна». 13. В саду. Хоппай Торренс. Она стояла в саду, когда увидела, что он бежит к ней. «Тина! Цветочек мой! Любовь моей жизни!» Наконец-то он это произнес. «О, Том! Тина, мой цветочек! О, Том, я тоже люблю тебя!» Том приблизился к ней, встал на колени и быстро отодвинул ее в сторону. «Мой цветок! Ты ж наступила на мою любимую розу!» 14. Высшее образование. Рон Баст. «В университете мы просто протирали штаны», — сказал Джейгенс, вымывая грязные руки. «После всех этих сокращений бюджета они многому вас не научат. Они просто ставили оценки, и все шло своим чередом». «Так как же вы учились?» «А мы не учились. Впрочем, можешь посмотреть, как я работаю». Медсестра открыла дверь. «Доктор Джейгенс, вы нужны в операционной». 15. Начало Энрике Квалито «Она была зла на него. В своей идиллической жизни они имели почти все, но она жаждала одного, того, чего у них никогда не было. Только его трусость была помехой. Потом надо будет избавиться от него, но пока еще рано. Лучше быть спокойной и хитрой». Прекрасная в своей ноготе она схватила плод. «Адам!» — тихо позвала она. Читал Костя Суханов Дорогие друзья, это еще не все. Это только начало. Итак, внимание, внимание, внимание. Всем-всем-всем. На канале Костя Суханов стартует драбл. Участвовать может каждый. Я запишу и опубликую 15 драблов любого человека, который напишет и пришлет их мне. Судить, кто справится лучше, будем по лайкам и отзывам. Лучшим — подарки от профессиональных писателей и от меня. Если вы профессиональный автор, обсудим сотрудничество. Плюс шанс прозвучать на радио. Что такое драбл, подробно объясняется во вкладке сообщества на этом канале Костя Суханов. YouTube-канал Костя Суханов. Итак, сегодня я выложил 15 признанных лучшими в мире драбла, чтобы вы могли понять, что такое драбл, и у вас был пример. А далее, по мере того, как буду получать 15 драблов от вас, буду записывать и выкладывать на YouTube-канале Костя Суханов, а также на сайте любителей аудиокниг с многотысячной аудиторией, с вашим именем как автора. Плюс возможность прозвучать на радио. Я жду именно твои 15 драблов. Удачи! Контакты и все остальное всегда есть в описании под этим видео. А также подробно про драбл во вкладке сообщества. Я желаю удачи всем вам, жду именно ваших 15 драблов. Дорогой слушатель, я просто напоминаю о том, что очень-очень важна твоя активность, потому что именно ты решаешь, кто лучше, кто интереснее из авторов. А может быть, это будешь именно ты. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, дизлайки, просто обязательно оценивать в комментариях и людей этим самым как-то продвигать, потому что именно по вашим комментариям, лайкам и так далее я буду смотреть, я и не только я, профессиональный писатель, будут смотреть, кто же, кто же справился с этим лучше. А возможно, это будете именно вы. Итак, не забывайте подписываться, следить. Это был лишь первый выпуск. Дальше больше, дальше уже пойдут наши, наши с вами соотечественники, которые написали, не поленились свои 15 драблов и сделали просто суперский, сумасшедший вот этот вот драбл-забег, вот этот вот челлендж, творческая гимнастика, как угодно это называйте. Просто кайфовая тема, давайте вместе это двигать. Итак, за подписку спасибо, за лайк спасибо, огромнейшее спасибо, если вы поделитесь с кем-то этим в своих соцсетях. И, конечно же, не забывайте подписываться и следить. Это лишь первая часть. Дальше уже на месяц вперед есть присланные драблы и вы еще успеваете точно так же присоединиться к этой теме и поучаствовать. 15 драблов от тебя и ты уже звучишь. Поехали!